здравствуйте здравствуйте эхо у вас какое красивое у вас наверно какой-то вопрос есть камерой не трясите а то интернет лагать начинает я просто в руках держу телефон поэтому камера трясется просто можно же понять да можно я не пойму как в нашем мире можно что-то изобрести а неужели это уже не изобретено до вас а не надо об этом думать надо просто что-то делать об этом думать не может вы понимаете может вы начнете работать а это уже есть ну и замечательно это очень хорошо это только подтверждает тогда правильность того что я делаю каким образом подтверждают вы работаете над тем что же изобретено как-то может подтверждать вы тратите усилий получается понапрасну дело все в том что я же это делают для своих друзей а раз у них этого нет то какая разница изобретено ли это уже или нет есть такая вещь как целеполагание не получается просто неэффективно расходуете свои ресурсы это ваша точка зрения я же говорю если у моих друзей на фронте чего-то нет а я могу это придумать и сделать то какая разница где то что-то кто-то изобрел или нет я понял вашу позицию этот вопрос можно следующий вопрос перейти а вам давно попадался александр из америки это который вот это четвертое измерение до последний раз он меня просто перелеснул не любит он меня серьезно просто взял перелеснул да даже пару пару раз вполне это его дело о чем тут говорите мне кажется вот с точки зрения вот к моей как зрителя я бы не хотел чтобы он у вас перелистывал ему к нему обращайтесь скажите ему что как вы как зритель четвертого измерения просите александра у меня нет ресурсов к нему обратиться ну ищу поищите в чат рулетку зайдите мне кстати вы очень симпатизируете насколько вы эрудированный человек а вот в точке с точки зрения никакой там нет наоборот как это я не должен заниматься физик не должен разбираться элементарные вещи я обязательно должен знать а как человек заявляет он занимается физикой да то есть наукой в принципе как таковое а вы занимаетесь в принципе изобретательством неких там блин всяких устройств там я радиоинженер радио физик задает физический вопрос физику и физик берет и просто вот так в жопу садится это так смешно смотреть прям класс честно сказать пять баллов вам вот за это вы в этом плане молодец ну прям прям класс если есть у вас и недостаток вы вот чисто с эмоциональной точки зрения вот если подходят к вам люди вы про проигрывать чисто сыну бывает на эмоции к вам зайдут и на эмоциях вас разбомбят бывает такое но это кстати не заслуга ну вроде как их заслуга но не такая никак сказать не объективная заслуга я пока немножко не понял что такое не объективная заслуга ну ничего страшного ну да вот знаете бывает билетристика а бывает вот науки которые людям в моем понимании самое высшее чего может достигнуть человек это когда он научный работник типа вот как стивен хокин то есть он буквально только в литер-топ движет а сам изобретает там не ну хокинг красавчик конечно да как-то как там вселенная устроена у твоем понимании блин это это вот вот то ради чего в принципе люди созданы точно что и мы должны делать такие люди должны которые деятельность обеспечивают абсолютно праздник прежде всего мы должны к этому стремиться чтобы познать то что нас окружает ну вот с моей точки зрения с моей точки зрения я очень обижен тем что ну как бы сказать бог не дал мозгов как бы ну смочь понять того чего больше другие не понимают я бы очень этого хотел не дал бог ну ничего 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 конечно ну а чё остаётся то ну кстати а вот ваши вот эти поделки они как бы усовершенствуются со временем ну разумеется конечно то что я делаю я же это все время делаю обязательно надо что-то придумывать новое как а вот ваше устройство они же строится там ну есть механическая база да а должен уже быть некое устройство которое этой механикой управляет правильно ну разумеется типа типа ардуино да наверняка ну я не использую ардуино просто потому что более профессиональный подход идет микроконтроллер и конечно же используется а но не ардуино не ардуино это типа вы используете потому что в автомобилях да ну тут ну этот подход да такой ну как бы да вы из какого города как вас зовут красноярскому сергей город харьков но вы знаете у меня один человек тут может быть знаете такой есть такой снайпер я не помню как шел с бородой такой сидит снайпер спросил говорит а какой у вас значит бренд в красноярске ну знаете чтобы был прям такой бренд с буковкой с буковкой р в ружке знаете такие бренды бывают ну зарегистрированная торговая марка да 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 я ему сказал алюминий он сказал не катит я спросил а какой у вас бренд в украине ну и самый известный он сказал южмаш я ему сказал на это следующее вот я сейчас после вас прям сразу выберу америку ну страну после украины выберу америка и буду течение месяца у американцев у каждого спрашивать ну и ну вот из южмаш вот я я вот уверен что я буду месяц спрашивать у каждого американца и никто из американцев не знаю что такое южмаш прям за месяц ни один человек не ответит что южмаш это там ракеты делает или что там делает я не знаю ну все как задорнов говорит что они же не я вот это к тому веду что мы как бы сказать оказались что вот украина что россия в принципе на задворках вот этого научного труда в принципе все что вот у нас происходит как хорошего в странах что у вас что у нас вот бывает все таки уникумы да вот почва она вроде неблагодарная да но все равно за счет количества и потенциала генетического рождаются люди которые как бы что-то могут уникумы просто и вот просто америка за счет вот этой базы там вот калифорнии вот этих у них вот это как силиконовой долины берет и просто этих людей переманивает то есть в принципе в этом наш в принципе вот этом гугле да во всем в принципе есть и наша заслуга да в принципе есть и наша заслуга да вот может быть если бы наших людей не было которые переехали может и не было бы никакого гугла да был бы гугл конечно ну вот смотрите например было два знакомых когда-то в российской империи конструктор самолетов калинин и конструктор вертолетов сикорский сикорский переехал в америку а по-моему константин калинин остался в советском союзе как вы думаете что произошло с калининым ну я думаю репрессия был расстрелян в 38 году ну а кстати сикорский это же он изобретатель вот этого вертолета когда лопасти движутся в противоположном направлении нет схема сикорского это схема с задним маленьким рулевым винтом сикорский к сикорскому очень скажем так в чем состоит заслуга сикорского не совсем он придумал аппарат перекоса лопасти и винта но он его именно использовал в своих разработках то есть на вертолетах сикорского и схема называется сикорского когда с маленьким задним рулевым винтом самая распространенная схема вертолетов до сих пор в мире немцы по моему фирма фоке вульф делали вертолеты двух роторной схеме с поперечным расположением винтов вот но там по моему если я не ошибаюсь аппарат перекоса не использовался ну по крайней мере в том виде в каком он был Игоря Сикорского ну честно говорю тут надо уточнять вот но именно кто первый применил на действующем реальном действующем вертолете аппарат сикорска на вертолете сикорского это конечно же Игорь Сикорский заслуженно ему кстати говоря еще в царское время он увлекся конструированием вертолета и ему сестра старшая дала накопленные деньги для того чтобы он осуществил свой проект но правда потом он перешел на самолеты потому что в то время еще он не мог создать рабочую схему вертолета еще он создавал в царское время вертолет без аппарата перекоса а потом когда он эмигрировал в сначала в Париж по-моему а потом уже в Соединенные Штаты потому что в Париже не нашлось закончилась вторая первая мировая война и не нужны были уже самолеты а в Америке как раз он стал заниматься ему писатель писатель композитор Рахманинов дал достаточно значительную сумму денег на то чтобы он продолжал заниматься авиацией на развитии его создания развития его фирмы и Игорь Сикорский если я не ошибаюсь когда он уже получил прибыль через по-моему много лет по крайней мере больше чем через десять лет он с процентами отдал эти деньги по-моему восемьдесят тысяч долларов если не ошибаюсь мне вот очень хочется вам задать личный вопрос не с точки зрения просто там интересуюсь просто очень нравится ваш ум и как вот вы вообще в принципе смотрите на что-то да вот просто интересно при вот этих вот знаниях когда вы оперируете и физикой там и математикой мне нравится как вы красиво это делаете вот при этих знаниях вообще ну все равно по сути человеку всегда как бы он ни жил интересует вопрос там сотворение мира да ну по сути мы вынуждены задумываться перед сном там вообще когда мы что-то делаем да там полагаемся на бога там и так далее вы вообще как думаете как вообще этот мир был создан без создателя вообще реально чтобы этот мир был создан без создателя да да возможно что да но есть такие вещи которые мы не узнаем никогда вы тоже как я разводите над этим вопросом руки или у вас нет ну так сказать еще просто мало данных удивительно вообще как создан наш мир что до сих пор совершенно непонятно почему мы живем в таком мире в котором мы живем ну к примеру очень многие вещи мы воспринимаем как данность то есть физики разводят руками и говорят так устроен мир ну к примеру например извините это стрим у нас нет 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 идет запись но прямого эфира нет не выкладывайте не выкладывайте мне пожалуйста я вас закрою вас не будет видно вашей половины тем более там все равно видео подвисало а звук шел так вот смотрите вот есть такие интересные моменты которые до сих пор мы не понимаем но есть более как бы простые но тоже непонятные вещи ну к примеру вот две частицы электрон и протон они совершенно разные но их электрический заряд в точности одинаков почему почему заряд электрон это но это еще хоть там есть наметки на решение этой проблемы что кварки одна треть заряда от электрона и две трети но а почему заряд электрона именно таков какой он есть конечно же есть антропный принцип который говорит о том что если бы хотя бы чуть-чуть был бы не таким то нас бы просто здесь бы не было и некому было бы задумываться над тем почему заряд электрона таков какой он есть но меня этот ответ не очень радует сложно сказать поживем увидим может быть еще немножко надо получить информацию вот смотрите о чем я думал и я прям самой сокровенной мысли скажу вот допустим можно представить ноль как ноль да то есть нет ничего в принципе да ноль а можно взять и представить ноль как единицу и минус один да совершенно верно это же подход стивена хокинга то есть взять и разорвать ноль просто взять и создать из нуля что то вот был ноль взять его просто разорвать на две части создать один и минус один ну или плюс бесконечность и минус бесконечность то есть допустим в роли единицы может выступать пространство а в роли минус единицы время да ну просто не совсем так но в принципе это в какой-то мере то что вы говорите напоминает подход стивена хокинга вся вселенная была взята взаймы и постепенно она будет этот долг будет возвращаться я у меня примерно с 7 класса у меня в 7 классе вот случайно попал ученик к нам он просто был дедомовец какой-то ну очень умный очень умный и мы я с ним вот знаете вот так вот на эти же темы примерно дискутил в 7 классе примерно я спросил а что значит ничто он мне сказал а как можно представить ничто и меня так это и меня так это удивило то есть я представил ничто как некая вот пустота оказывается так ничто нельзя представлять как пустоту потому что пустота это уже что-то ну дело все в том что даже с точки зрения квантовой физики вакуум абсолютное ничто где нет совершенно ничего он оказался таким интересным местом там постоянно рождаются и аннигилируют пары виртуальные частицы и античастицы вот понимаете чему там оказалось живет жизнь и кстати говоря вот это излучение хокинга черные дыры которые имеют температуру которые обладают излучением хокинга это же удивительная скажем так и очень красивая физическая теория еще к сожалению пока не подтвержденная на практике иначе хокинг бы имел бы при жизни нобелевскую премию а у хокинга нет нобелевской премии потому что ну я тоже честно говоря тут на месте но я же не нобелевский комитет вот и кстати говоря хокинга бы конечно нобелевская премия очень бы конечно было бы ему интересно как мне кажется хотя он прекрасно жил и без нобелевской премии но но он сам говорил что если говорит каким-то образом вот он еще проживет и хотя бы какие-то из его теорий будут подтверждены на практике точно не просто теория которая почти уже принята вот ну как бы за истину уже очень многие физики теоретики ее приняли подтвердили нет никакой альтернативы это настолько вот классно интересно и как говорится это больше чем правда так и есть на самом деле но к сожалению еще пока нет никаких ну как пока нет наметок как подобраться к тому чтобы действительно это померить вот иначе бы хокинг бы имел бы нобелевскую премию так хокинг нобелевской премии не имел и имеет иметь не будет еще еще такой вопрос к вам просто очень интересно как думаете категории добро и зло вообще имеют отношение к этим кваркам там ко всему этому или это просто какие-то виртуальные понятия не добро и зло это не виртуальные понятия а я думаю что будет какая-то обязательно не очень интересная смычка между скажем так между квантовой физикой между кварками и нашей жизнью которая состоит из невообразимо большого количества вот этих вот частиц мне просто удивляет как вот как вот вот эти частицы да которые просто есть отрицательный заряд положительный да и некой все равно вот как бы нам не казалось что они простыми что они просто имеют заряженность да все равно они имеют некую информационную составляющую между собой а вот ключевой постулат квантовой теории это то что два электрона они абсолютно элементарны то есть нет никакой разницы между двумя электронами и быть не может то есть вот есть например скажем два яблока они всегда разные вот там я не знаю там две микросхемы совершенно два электронных модуля совершенно разные потому что они состоят из очень большого количества элементарных частиц и может быть они могут быть очень близкими но в то же время все-таки они немножко разные по электрическим параметрам и так далее как не двух одинаковых например как отпечатки пальцев совершенно верно то есть они внешне похожи но на самом деле разные вот а ключевой момент в квантовой теории это что вот эти частицы которые мы называем элементарными частицами даже те которые состоят из очень небольшого количества более элементарных частиц они совершенно не отличимы друг от друга то есть ключевые моменты теории очень сложной теории квантовой теории сводятся к тому что если есть два электрона и принципиальным является то что они абсолютно ничем не отличаются то есть вы хотите сказать что некий идеальный мир все-таки существует ну как бы да но он просто очень скучный этот элемент но это я образно говорю он на самом деле очень интересно познать вот элементарные частицы но вот мир состоящий только из небольшого количества элементарных частиц может быть может быть не таким интересным как наш хотя возможно такие вселенные есть а вы слышали такую теорию что вот допустим мы как разум существуем да вот в некой ограниченной области и по сути вспышек таких разумов было очень много во вселенной поскольку она безгранична да просто нас разделяют чрезвычайно большие расстояния совершенно невообразимые и время и расстояние мы отстоим от ближайшего разума очень далеко и по с точки зрения пространства и с точки зрения времени и с точки зрения вот вселенной нас так легко уничтожить вот просто я не бы просто были вот эти вспышки разума просто как вспышки то здесь то там и резко затухали понимаете вот от некое там то сверхновая взорвалась там то то там метеорит упал на эту планету да и вот они вот возникали иосиф шкловский говорил что очевидно существует какой-то механизм вплоть до саморазрушения цивилизации но это же есть очень интересная такая вот скажем так не теория или гипотеза о большом фильтре то есть почему мы живем в мире в котором мы не общаемся с другими цивилизациями то есть очевидно есть какой-то очень жесткий фильтр который ограничивает число разумных цивилизаций и разбрасывает и как бы разводит по разным точкам очень удаленным в пространстве во времени можно уточнить у вас то есть мы созданы для того чтобы сами себя в конце концов уничтожили но это была мысль и которую в конце своей жизни когда он уже болел болел тяжело над этим размышлял иосиф шкловский знаменитый советский астрофизик кстати еще один интересный вопрос как вы думаете просто правду ваше мнение вот как вы думаете по поводу масштабируемости мира то есть такое точка зрения ну как вот код шрёденберга что шрёденберга живы да жив или мир что пока мы не смотрим на предмет если эти масштаб которую как бы условно как текстура знаете ну это в микромире да в против вандовой теории да а в нашем мире вполне вполне так сказать это и место быть что мир изменяется в тот момент когда мы на него смотрим или мы покер мы смотрим на него или нет делается в том что по увеличить по мере увеличения масштабов этого мира то что мы на него смотрим это влияние все время уменьшается уменьшается хотя потом возможно что мега вселенная она как бы эта змея кусает себя за хвост и она переходит в микро вселенную а с чего взяли что уменьшается влияние ну смотрите вот когда мы например смотрим на электрон то смотрим мы на электрон или не смотрим очень зависит поведение электрона а вот когда мы смотрим на звезды то смотрим на мы на них или не смотрим это очень мало влияет на звезды просто сам факт видения. Это понятно. Вот то, что вы сейчас говорите, мне понятно, потому что мы смотрим на звезды, что нам из этого видно. Понимаете, мы ее в масштабе не можем увеличить, поскольку их проекция настолько и так состоит из квадратиков, по сути. Ну, что нам об этом говорить? А вот имеется код. Он как сидел, неизвестно, был жив или мертв, так и там и сидит, да? Ну, за 10 лет же ничего не поменялось. За очень много. Это парадокс, который еще требует, мне кажется, некое его осмысление. А вот еще есть такая теория таблицы Менделеева, что, допустим, 100 лет назад некоторых элементов вообще не было. Ну, разумеется. Так это не теория, так и было на самом деле. В периодической системе элементов, да. Именно... Вот тут надо признать, кстати говоря, гений Менделеева. Украинской стороны был, да? Не думаю. Ну, неважно. В душе. В душе был бандеровец. Да, 100%. А вот. Вот именно Менделеев, несмотря на то, вот если, например, Попов, это фигня. А вот, ну, потому что он повторял опыты того же лоджа. Ну, не суть. Там были же еще разработки и Теслы, и индийского физика Босе. Ну, не суть. А вот Менделеев, действительно, его гений состоял в том, что он оставил пустые... Он так верил в периодический закон, ну, не его периодический закон, а, собственно говоря, который был открыт до него, что он при разработке системы элементов действительно оставил пустые места, три пустых места. В частности, Германии, который был рядом с этим самым, с Кремнием. И... Нет, он просто... Он просто их не открыл, потому что их тогда не было. Их тогда не было, так он их не открывал. Он просто, когда составлял таблицу, названную его именем, в частности, в Советском Союзе. Вот. Вы это реально верите? Что? Ну, что, когда был Менделеев, не было Германии. Ну, разумеется, ну, это же исторический факт. Когда немецкий химик, я забыл, кто там, открыл Германию, и опубликовал данные о своем открытии, то Менделеев стал его поправлять, говорить о том, что он недостаточно очищен. Германий в то время был не открыт на момент создания этого. А Германия разве не родился в результате взрыва сверхновой звезды? Нет. Ну, Германий же был, но не был открыт. Он не был известен в то время, когда Менделеев составлял таблицу. Он не был известен как элемент. По этому поводу я еще скажу одну вещь. По этому поводу есть такой анекдот, что, по-моему, Кавендиш открыл кислород. И вот когда читали, кто-то читал лекцию про кислород, ну, предположим, даже сам Кавендиш, хотя, по-моему, он был очень скромным человеком, очень не любил публичных выступлений. Так вот, ну, предположим, кто-то из великих химиков того времени, например, Лауазье, читал лекцию про кислород. И вот он говорит, что кислород был открыт в 1776 году. И вот одна дама... И вот он рассказывал, как кислород важен и так далее. Тоже же элемент. И вот одна дама встала и спросила его, удивительно, а чем же дышали люди до этого? Правильно говори, сказал. Правильно сказала.